В этом видео мы поговорим с вами про массивы. Массивы позволяют сохранять сразу несколько значений в себе. То есть, если, допустим, переменная может сохранить одновременно только одно значение, то массив может хранить в себе сразу несколько значений. Создается массив очень просто. Пишется, допустим, название массива. Пусть он будет называться у нас лист. И здесь пишется ключевое слово array. И в скобках уже указываются элементы массива. То есть, допустим, первое будет у нас привет. Второе у нас будет какое-нибудь число. И третье будет просто значение true. То есть, мы создали новый массив с тремя элементами. Это привет 18 true. И чтобы обратиться к данному массиву, если мы хотим, допустим, вывести на экран слово привет, то нам нужно написать ratio, dollar list, потом квадратные скобки и индекс. Что такое индекс? Индекс присылается автоматически и начинается он всегда с нуля. То есть, здесь он будет 0, 1, 2. То есть, не единица, двойка, тройка, а именно 0. То есть, первый элемент будет иметь индекс 0, второй элемент индекс 1 и третий элемент индекс 2. Давайте убедимся, что это действительно так. Укажем здесь единицу, должно будет вывести 18. Видим, что 18 укажем 0, выведется, привет, и укажем третий элемент индекс, точнее, выведется от единицы, что значит, что если мы, допустим, укажем сейчас четвертый, такого элемента у нас нет, ничего не выведется. Так, давайте теперь рассмотрим, как можно добавить новый элемент еще. Допустим, мы можем добавить его вот так. Пишем лист, здесь квадратные скобки, и пишем, что мы хотим добавить. Допустим, у нас сегодня 16 число, мы добавим просто в массив 16. И это будет у нас элемент четвертый с индексом 3. Обновить, видим, добавился 16. А чтобы посмотреть весь массив, есть полезная функция, встроенная функция printl. Здесь мы указываем в скобках название нашего массива, обновляем, и вот таким способом видим весь наш массив. То есть здесь мы видим индекс, а здесь значение. Видим, что действительно наша переменная привет имеет значение 0, а 18, второй элемент имеет значение 18, и так далее. чтобы изменить значение элемента, мы пишем опять здесь квадратные скобки, и указываем, что именно мы хотим заменить. Допустим, я хочу изменить 16, так, 16 на, скажем там, 24, сохраним, и здесь вместо 16 будет 24. Понятно, да? То есть мы указали здесь в квадратных скобках индекс того элемента, который мы хотим заменить. Мы, допустим, можем даже написать здесь, допустим, Сергей. Здесь выведется Сергей. Если мы, допустим, сейчас захотим еще раз поменять, напишем этот же индекс, и здесь укажем уже не Сергей, а Александр. Обновимся, и будет уже Александр. Следующая полезная функция, это функция count, с помощью которой можно почитать количество элементов. Здесь мы указываем в скобках название нашего массива. Сохраняем. Здесь я еще выведу разрыв строки, чтобы было более наглядно. Видим 4. То есть наш массив состоит из 4 элементов. Раз, два, три, и 4. Давайте вспомним еще циклы, которые мы проходили недавно, и выведем вот такую конструкцию, напишем for и равно 0 в начальном условии, потом напишем и меньше count list и и плюс, плюс, плюс. Здесь выведем элемент долга и равен индексу точка лист долга и и здесь опять так проверим, все ли работает. Действительно выводится. элемент с индексом 0 равен 4. Немного. Элемент с индексом вот так будет, правильно. Элемент с индексом 0 равен привет, элемент с индексом 1 равен 18 и так далее. То есть мы указали здесь начальное значение, указали условия и что нужно делать после каждого цикла. То есть вывести на экран вот это и перейти к следующему. Но я думаю, если вам что-то непонятно здесь, то посмотрите предыдущее видео, где я рассказывал про циклы и вы все поймете. Это в принципе все, что я хотел сказать про обычный массив. Давайте теперь перейдем к следующему виду массивов. Это ассоциативные массивы. Работают они как обычные слова. То есть у нас есть, допустим, английское слово hello и оно переводится как привет. Допустим, давайте создадим новый массив. Присвоим ему несколько значений. Сейчас я покажу, как это несколько элементов. И в отличие от обычных массивов, которые мы рассматривали сейчас, где был индекс, здесь уже нету индекса, а есть ключ. То есть ключ значения. давайте здесь подпишу, что это у нас было видно. Ключ равно значение. Ну и теперь укажем. А здесь будет hello и значение будет привет. Давайте еще один какой-нибудь создадим. Назовем, допустим, болт болт и значение мир. Вот такой вот у нас получился ассоциативный массив. И мы можем опять вывести его и посмотреть целиком с помощью известной уже нам функции. Сохраняем, обновляем и видим наш массив. То есть здесь уже не индекс, как было в предыдущем в предыдущем рассказе. А здесь уже именно ключ и значение. Это мне кажется намного удобнее, чем использовать какие-то там индексы. Здесь вы можете написать любой ключ и присвоить любое значение. Теперь как получить значение. все довольно просто. Пишем здесь эхиум. Здесь в кавычках указываем ключ. Допустим hello. и все. И на экран выведется привет. Давайте вот это пока закомментируем. Видим на экран вывелось привет. Если мы укажем сейчас здесь world, то выведется мир. Давайте допустим сделаем вот так. Здесь сделаем пробел и здесь укажем сейчас у нас на экран выведется привет мир. Понятно, да? Так. теперь добавим новое значение в наш массив. Делается это примерно так же. Здесь указывается новое значение. Допустим h возраст потом присваивается какое-то значение допустим 27 то есть мы добавили к нашему массиву новый элемент с ключом h и со значением 27 можем теперь раскомментировать наш printl и посмотреть что получится видим появился новый элемент массива h чтобы заменить какое-то значение в элементе пишем опять название ключ точнее ключ элемента допустим давайте будет hello и заменим его на напишем тут александр допустим сохраним и видим что hello теперь у нас равен александре то есть ключ hello и значение александре понятно тем самым можем перезаписывать значение элемента массива вот таким вот способом и давайте теперь переберем опять наш массив делается это уже с новой для нас конструкции for each здесь сколько указывается название массива as key и value то есть ключ и значение здесь напишем и here здесь напишем key равен value и здесь еще добавим если все если я все написал правильно то мы увидим что hello равен привет world равен мир понятно да то есть тем самым мы перебрали весь наш массив и вывели на экран то есть здесь ключ здесь значение если допустим нам нужно вывести только значение и не нужно выводить ключ как это допустим будет на практике то здесь мы убираем key и напишем здесь допустим а пусть вау валювы будет здесь конечно же убираем key и выведем только значение привет мир понятно да ну и теперь мы разберем последние разновидность массива если так можно сказать это двумерные массивы отличие заключается в том что это в принципе обычный массив но внутри данного массива может быть еще один массив или еще несколько массивов давайте допустим напишем наш массив напишем здесь array и здесь напишем допустим array так что там array допустим 05 минус 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 5 будет наглядно было сделать так это у нас будет первый потом добавим еще один будет допустим тут можно вообще любые элементы сделать допустим допустим ну пусть будет привет ну и так далее то есть мы можем здесь внутри массива создавать еще один массив и давайте теперь выведем наш двумерный массив сначала просто для нас посмотреть как это работает как это устроено обновимся и видим что у нас есть первый массив и внутри данного массива есть еще один массив который содержит в себе элементы и внутри этого массива есть еще один массив и так далее теперь если мы хотим допустим обратиться к значению к элементу какого-то массива внутри массива то мы пишем допустим эйхо здесь пишем название массива потом указываем в скобках к какому массиву мы хотим обратиться 0 1 все правильно помню и здесь указываем уже именно значение которое мы точнее указываем тоже индекс давайте допустим 0 виден то есть мы обратились к первому точнее ко второму массиву и к элементу привет если мы укажем здесь 1 1 то выведется мир также допустим внутри двумерного массива может лежать нас наш допустим наш ассоциативный массив допустим name равен александр а h равен 27 то есть мы создали здесь еще один массив внутри массива и здесь написали ключ name равен александр ключ h равен 27 и теперь мы можем обратиться к нашему третьему массиву то есть исчисление здесь идет тоже 0 1 2 обращаемся ко второму массиву и здесь указываем уже не единица а именно название точнее ключ name если я все правильно сделал то у нас ничего не выйдет потому что здесь он почему-то поставил сейшен обновимся видим александр понятно то есть мы обратились к массиву к третьему массиву указали здесь индекс 2 потому что мы обращаем исчисление идет от 0 0 1 2 и здесь указываем к какому ключу мы хотим обратиться ну и теперь давайте разбираем наш массив делается это все довольно просто пишем опять и равно нулю и каунд каунд долл рей и и плюс 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 так здесь открываем и здесь внутри пишем еще один и только и уже у нас есть так что пусть будет допустим йод пока йод меньше каунд рей долл и и здесь йод потому что у нас уже здесь есть и поэтому нужно указать другое и здесь теперь наконец-то мы выведем наш любимый еще а и долл йод ну и сделаем чтобы было все красиво сохраним и сейчас нет никаких ошибок то нам передается весь наш массив и выведется на экран ошибки у нас есть в 11 строчке здесь здесь указали неправильно доллар так видим что выводится здесь наш массив со всеми элементами подмассивами то есть наш двумярный массив со всеми подмассивами и так далее на этом пока все всем спасибо надеюсь в целом понятно я понимаю что возможно если вы слышите первый раз про массивы то сразу изучить все нереально особенно двумерные массивы они довольно сложные но они очень часто применяются на практике поэтому мы их тоже будем использовать но как бы стоит только понимать что двумерные массивы они на самом деле могут не быть не только двумерными они могут быть многоуровней хоть тысячи уровней но как бы лучше же конечно использовать несколько уровней чтобы потом не потерять уже не затираться внутри этого массива ну а простые массивы я думаю все понятно и если будут вопросы пишите либо в комментариях либо на моем форуме либо на форуме серги я с удовольствием отвечу также советую почитать официальную документацию по поводу массива и уделить данной теме побольше времени потому что массивы это действительно клево ну а пока всем спасибо всем пока 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 пока